Несколько служений у нас на собрании. Давайте мы поприветствуем наш брат из города Добрищ. Здравствуйте, носочки. Приветствую всех. Меня зовут Стамен Станчев из города Добрищ. На 47 години. 47 лет. Женен с две деца. Жена, двое детей. Дъщеря ми се сменя тук. На 23 години. Моя дочь здесь. На 23 года. Да, и сынат ми, който ни е тук. На 17 години. Сын 18 лет. Значи аз повярвах преди 30 години. Я поверил в 30 лет назад. Бях полен атеист. Был полный атеист. Точно когато ми благовестваха. Точно тогда, когда мне проповедовали. Малко пред това бях решил да се занимавам с убийства. Да убивам хора, мразик всички. Немножко перед этим я принял решение стати убийцем. Убийца, потому что я ненавидел людей. Също мислях да занимавам с организирана престъпна деяност. Но так же я думал заниматься организованной преступностью. Това беше преди срещна Господь Иисус Христос. Это было точно перед тем, как я встретил Господа Иисус Христа. След това Той има променена полно. После этого Бог изменил меня полностью. Разбира се, все още има променя. Има доста неща, които трябва да се променят. До сих пор Он меня меняет. И еще очень много мне надо, что поменять в Господу. В течение этих 30 лет Бог меня употреблял в разных служениях. Был сам пастор на церкви. Был пасторем церкви. Был сам основател понедой на церкви. Был основателем одной церкви. И сооснователем на нескольких церквей. И през теклети години Бог ми е говорил различни неща за бъдещето. В течение этих лет Бог говорил мне разные вещи. А за будущее, а будущим? За жалостта при нас, българите. К жалости, к сожалению, у нас у Българ. Ни не вярваме на собствените си пророци. Трябва друг чужденец, за да дойди да ни каже някако слово от Бога. Мы не верим своим пророкам. Нам надо, чтобы кто-то издалека пришел и нам сказал. Имам доста неща, които сам споделил на церква в Добрич. Есть очень много вещей, которые я когда-то делил со своей церкви в Добрич. Повечето не сеги вярвали. Но в основном их не принимали, не верили в то, что я говорил. Под предтекст. Часом бил едика кавсила в миналото. Да, что по тексту мы люди знали мое прошлое и поэтому не особо прислушивались. Да. В интересна истината съм тук, най-вече, за да ви кажи одно слово от Бога. Интересно, что я думаю, что я здесь, чтобы сказать одно слово вам от Бога. Което аз мы сочистичували подобное слово за Болгария. Которое я думаю, что вы слышали о Болгарии. И самото пророчество может да не бъде толкова интересно, но интересно самото подтверждение на пророчество, которое получих. Может быть само подтверждение вам не будет очень интересно, но может быть будет то, что уже были подтверждения того пророчества. Да, в 2015 году в март месяце, когда был на одном молитвенном служении с еще несколькими братьями, получил откровение, которое было в стиле. Мне не нравился. Если бы кто-то другой сказал в этом стиле, я бы с сомнением это все принял. Откровение, которое получил, было, что в Болгарии случилось, что в Болгарии случилось, что в Болгарии случилось такое мощное, самое сильное пробуждение с тех времен, как только церковь существует. Как мне Господь сказал о том, что в то время как церковь существует, такого пробуждения еще не было. Разбира се, въпреки час получах откровението и знам как Бог мне говорит. 30 години Той ма води. Конечно, я уже знал за эти 30 лет, как Бог дает откровение, как Он говорит. Аз реших да го испытам. Не бързах. Но все равно я решил его испытать. Я не торопился. И Бог мне го подтвердил по един нестандартен начин. И Бог мне подтвердил это откровение одним таким нестандартным способом. В этом же году, в 2015, в мае месяце, я был приглашен к моему одному другу в Пловдив, город Пловдив. Той работил там в една фирма. Он работал там в одной фирме. Увериме, че когато аз пристигам в петък, субота и неделя, той ще бъде освободен. Няма да работи. Он убедил меня в том, что когда я прибуду, то пятница, субота и неделя, воскресенье, он будет свободен и будет предоставлен мне. Когда я прибыл в Пловдив в четверг вечером, его даже не было, чтобы меня встретить. Наложи се да звонна на друг мой познат, който също е от Добрич, но живее в него момент в Пловдив, Миру. Мирослав, скажу. И мне пришлось искать другого друга, который когда-то жил в Добрич и сейчас живет в Пловдиве, для того, чтобы... Да. И, значит, на следующий день се ведяхся с той, който не беше свободен, и той пак беше на работе. И се пронудих пак да се ведеся с Миру. Да, вот цели опять. Да. На следующий день тот человек, который мне обещал, что будет свободен, он опять работал. И мне пришлось опять созваниваться с Мирой, чтобы опять же Мира меня... И в края на пятошний день, около пяти вечер, да? Когда уже пятница прошла вечером, Аз казах на Миру, че много искам да се запознаем с брат Енчо Тодоров, който е редактор на списание «Братская любовь». Вечером я сказал брату Мира, что мне тогда надо познакомиться с редактором одного братского издания, «Братская любовь» называется, здесь такой есть болгарский вестник. Брат Енчо живет где-то около ста километров от Плоудива, в одном городке? Да, в Девин. Девин. В Девин. Мира позвонил ему по телефону. И после мне дали аз да говоря с него. И передал трубку, чтобы я с ним тоже поговорил. И от брат Енчо разбрах, че няма нужда аз да хоря в Девин, тъй като той ще дойди в Суббота, в Плоудив. И брат Енчо мне сказал, что нет нужда, чтобы я ехал к нему туда, в Девин, а что он сам приедет в Субботу в Плоудив. Да. Поканеме в церковь светлена на света, град Плоудив. Он меня пригласил в одну церковь, которая называлась «Свет этого мира». Да. И когда я прибыл туда, в эту церковь познакомился с братом Енчо. Аз разбрах, че съм там не заради Енчо. Я понял тут же, что я там не ради брата Енчо. Не заради другого брата, который меня перед этим пригласил в город Плоудив. Оказалось, что я попал на конференцию, на которой праздновалось 95-летие от основания евангельского 50-ского движения в Болгарии. А то я возникнуло през 1920-та година. А это движение возникло в 1921 году. И имаше няколко различни проповедника, които проповедаха не годин. Было несколько проповедников, которые в этот день проповедовали. Основният от които... Основной из которых был... Младен Младенов. Младен Младенов. Старший пастор на 50-то движение, может быть. Старший пастор 50-ского движения здесь в Болгарии. Той говорил в суббота и после в неделя. Он говорил в субботу и потом говорил в воскресенье. И всичко това, което Бог ми беше казал, не само за съживлението в Болгарии, което ви казах, но и за други подробности, които Бог ми беше говорил. Но и о других подробностях, которые Бог ми открыл. Все оказа, че Той ги казал всичките с пълни подробности и всичките, аз ги знаех, същите неща. Я казал, что Бог говорил о многих подробностях этих людей, которые были в зале, о которых я не мог знать. Я не мог даже выдержать, чтобы пойти после суббота поговорить с этим человеком. И интереснее момент, че по някому ми беше казал, че трябва да ути, или Господь ми беше казал, да ути на конференция в Пловдив. Нямаше да ути, да? То вряд ли бы я поехал. Не, защото нямам финансовые возможности. Потому что у меня не было финансовых возможностей. Ами, защото за жалост много години конференциите нищо не се случва. И, к моему сожалению, очень много лет на этих конференциях ничего не происходило и как бы я ничего не ожидал. Да. И, соответственно, аз отидах, за да получа подтвреждение неупровержимо от Бога. За това, което се случва. И това е моите подтвреждения, че в България случва от България и Мишта. Да, и я поэтому просто получал подтвердение того, что Бог мне открыл на этой конференции. Да. Интересно мне было, что когда я пришел в вашу церковь и начал слушать проповедь, это было несколько воскресений тому назад, то я услышал опять же подтверждение моих откровений. Слушайте, ты разбираться от другого угла. От какого? От другой угла. А. Если ты увидишь этот предмет сюда, я введу сюда. Да. Но мы говорим тоже одно. Точно такие же откровения, только с другого ракурса, с другой точки зрения. Да. И иском да ви кажи, как асо и узвахтка в вашей церкви. А кубяхами казали додой, да? Хочу сказать, как я оказался в вашей церкви. Если бы вы мне сказали, пригласили бы, вот пойдем вместе в церковь для русской говорящей, то я вряд ли бы пришел бы. Но не знаете, что Господь найголемый ловец на человеческой души. Вы же знаете о том, что Господь, он самый лучший рыбак. Но той не саму ловя, но не верующие, но и нас верующие не в праве, как раз я скажу. Он ловит не только неверующих, но и нас, своих детей, и иногда он просто направляется в нужное направление. Поток. Да. И одна сутра, в 8 сутринта, се расхожи в городския парк, в Добрич. Одним утром, где-то в 8 часов утра, я делал такую прогулку в городе Добрич. Това бишь, някакая неделя, миналата година. Это было какое-то, одно из воскресенья прошлого года. И тога видях един от пасторите на една от церкви, неочаквано по това время там да бъде. Да, и той се расхожи. Увидел одного пастора, которого я не ожидал там увидеть в это время. Он тоже там был на прогулке. Разбира се, не състрична с него, что той просто взявил друга посолка. Да, ну, конечно, мы не могли встретиться, потому что он шел в другом направлении. И когато го видях, имена мисъл. Когда я его увидел, мне пришла мысль такая в голову. Че едно конкретно семейство от неговата церкви, что есть одна семья конкретно из его церкви, которые уже давно не ходят в ту церковь. И стали членами этой церкви, которые сюда ходят. Да, я, конечно же, не знал подробностей, потому что я тоже уже долгие годы не ходил в ту церковь. И решил проверить, верно ли это, что Господь сказал. Пришел один раз в вашу церковь в декабре прошлого года. Никого из них не видел здесь, ни мужа, ни жену. Потом пришел один раз в январе этого года. Он пришел еще один раз в феврале месяца этого года. И тогда увидел жену. Видите, интересно, что когда Бог тебя куда-то хочет привезти, то има другая цель. Не просто да видишь някой, че е душевна церковь. Ами те б сами едат асвържи с други хора, които следват Бога. Ну, чтобы, может быть, встретить и других людей, которые тоже идут за Богом. Интересно, сколько я здесь был? Три или четыре служения? Всеки път получава точната духовна храна и подтверждение на това, което Бог е говорил вече в моем сердце. Я каждый раз получал духовную пищу и подтверждение тех откровений, которые Бог когда-то мне открыл. И туда на четвертья, под минулата седмица. Тогда на прошлой неделе это было четвертый раз в воскресенье. Тогда я увидел целую семью, всю семью, которая пришла в эту церковь. Да, но аз мисля, че целта на Бога е вещмение да ма свържи с вас. Така мисля. Не само убеден. Тогда я подумал, что, скорее всего, цель Бога была познакомить меня с вами. И ето така, аз возглав при вас. И так я оказался здесь с вами. И това го казвам в такъв смисъл, че каквото и слово от Бога да получим. И хочу вам сказать, что какое бы мы слово ни получили от Бога, винаги трябва да го проверяем. Всегда очень важно его проверять. В интерес на истината си помислях, че съм сбъркал, защото два пъти дойдох и не видях никого от семейство. Да, и я чуть не подумал, что я, наверное, что-то напутал, потому что два раза я приходил и не было никого из этой семьи. И, конечно, нам очень важно знать о пророческих вещах, что когда Бог тебе не сказал какую-то точную дату, ты не имеешь права сказать, что это будет завтра или какой-то другой день. Ты должен ждать. Както аз видях тия хора на четвъртия път тук. Потому что, ну, как и я вот ждал и увидел этих людей только на четвертия раз. Както и за откровението за България, което ми се дали. Аз не знам, кога ще бъде. Так же и об откровение, которое Бог мне дал о Българии. Я не знаю, когда это будет. Може да бъде да стартира тази година, но това е... Аз го мисля аз, по-човешки. Может быть, старт начнется в этом году? Ну, я так думаю, по-человечески. Потому что в этом году будет уже сто лет от начала движения. Да. Пробуждение. А при Бог цифрите са важны. Няма случайни дни и години. Всичко е с размером. Така, например, преди години започнах да чита, ако не са лъжи, първа книга на царите. Так, например, годы тому назад я начал читать перва книга царств. Там са изброени родоветь. Адам родит. Да, там идет такое определенное перечисление. Адам родил того-то и... Я подумал, что я не буду все это читать. Я сразу перепрыгну на четвертую главу. Бог мне сказал, вернись к первой главе. Няколько раз он мне так говорил. В конце концов я вернулся к первой главе. Читал я это и мне уже какая-то досада начала приходить. Но когда я покорил са Богу, после этого пришло откровение. А откровението беше... Откровение было... Да пребрая след Адам. Да исчисляя после Адама. Кой се явява пяти човек? Кой се явява десяти човек? Кто пришел пятым? Кто пришел десятым? Всички други бяха неизвестни, така да се каже. Все другие были неизвестни. Но пятия човек беше с благодати от Бога върху живота си. Но пятия човек беше с какой-то особенной благодати от Бога. А десятия беше с още по-голяма. Десятия човек беше с еще больше благодати. Тоест, всичките дни, всичките родове, всичко е една божествена, съвършена математика. Тоест, всичките дни, годы, у Бога это и есть какая-то совершенна математика. И аз надявам това откровение за соживлението в България, надявам се, да стартира през тази година. Я, конечно, надеюсь, что старт этого духовного пробуждения начнется все-таки в этом году. Защо тут точно преди три сегу дени започна едно другое соживление в Българии. Потому что точно преди, перед, где-то тридцать лет тому назад, начиналось точно такое же пробуждение в Българии. Бъех член на церкви, в кое-то беше около пятнадцать человек. Был член церкви, которая насчитывала примерно пятнадцать человек. Бог побудил пять или семь максимальных человек да се молят всеки ден по четверть часа всяка сутрена от пет до сем и всяка вечер от пет до сем и каждый вечер с пет до сем и эта молитва продолжила уже около година. где-то в течение года, целый год. И церквата нарасла от пятнадцать человек и церковь выросла с пятнадцать человек до около 1500 человек. Само една церковь. До 1500. Все, принимаем на вооружение, начинаем молиться. Докато имаши такава молитва и такъв мощен молитвен щит всичко беше супер. Пока у нас была такая молитвена защита молитвен и такой щит, все было прекрасно. Просто това исках да ви кажа, че и ние може би сега имаме откровение от Бога за съживление. Просто вот это вам сегодня хотел сказать. Может быть у нас есть идея об пробуждении. Даниил също знаеш, че са истекли с седимдесетте години от рабството на Израел. Да, Даниил тоже знал о том, что 70 лет пройдет после рабство выхода рабство в Вавилоне. Да. То есть знаеши това пророчество, но не стоеши безучастен. Он знал об этом пророчестве, но он не стоял просто так безучастно. То есть започнал да се допости и да се моли. Он начал поститься и молиться. Така че я зверну, че Бог не праща различных хора с пророчески дарби или даже да не с пророци. Я верю в то, что Бог меня посылает и других людей с пророчествами. Но мы должны не просто вот так слушать, а мы должны участвовать для того, чтобы это пророчество исполнилось. Каждый призван молиться за да се реализирует Словата на Бога. Чтобы слова Бога реализировались. За что-то има два вида веры. Има активна вера. Потому что есть два вида веры. Одна вера активная. Има и пассивная вера. Но есть и пассивная вера. И все-таки у нас должна быть вера с делами. А не просто так вот, ну, приходить в церковь и что-то, ничего не делать. Срещу много верующих, които казват аскоря на церковь, то и месече служи на Бога. Я встречаю очень много верующих, которые говорят, я хожу в церковь. Может быть, все младо верят. Но около один месяц или одна година это правильно. Может быть, пока ты молодой вери, тебе один месяц или только один год, может быть, это и правильно только ходить в церковь. Но если у тебя определенный духовный возраст, ты призван совершать какое-то служение соответственно твоему дару. И... Аз искать това да ви кажу, това да ви споделя. И ако имате на сердце, да се помолим за Болгария и така да приключим. Это было слово, с которым я хотел сегодня с вами поделиться. И если вы хотите, то мы можем вместе помолиться за Болгарию. Аз ще се моля по този начин, по който Бог ме води от 1 януаря 2020 года. Я буду молиться по такому принципу, как Бог мне открыл в январе этого года, 2020 года. И мы ха... Усещание то, да се моля, да рухнат всички основы на сатана в целой Болгарии. Всички те основы на сатанинске то царство, да рухнат. Да, Бог мне открыл, что молиться так, чтобы разрушать все твердыни дьявола, чтобы они все были разрушены. И от как все моля, ставим молитвы, и женами с меня се молят. Виждам... Да, и с тех пор, как я молюсь такой молитвой, и супруга со мной вместе молится. Я вижу... Виждам огромные промени в политическом сфере в Болгарии. Всички нечестивцы започат да се клатят. Господ, всеки уменщики и собори. Но не... Да, я вижу, что Бог что-то начал делать, и много нечестивых правителей, политиков, они просто начали сотрясаться, потрясаться. И аз съм тук, да ви помоля. Я здесь, ако и вы искате, да се молите с подобной молитвой, не сте длежни. Я буду молиться, если вы хотите, вы не обязаны, конечно, молиться, но если придет такое побуждение, то молитесь вместе со мной. Да. Харил Ви, Татко Небесен, ето не заставим в молиться пред Тебе. Молим Те да простиш нашите грехови и беззакония. Мойте лично и на цяло Болгария. Всички не сме согрешили пред Тебе, Татко Небесен. Ето Ти не воздаваш 30 години. Глад и бедност е във България. Прости ли. Прости ли, Татко Небесен. Прости ли. Съгреших ми пред Тебе, Господи. Прости ли. Дай милост към България и към нас. Дай ни милост, Господи. И нека да дойде Твоето съжаление във България, Татко Небесен. Издигни апостоли и пророци във България. Издигни всяко петкратно служение. Издигни всеки ден на мястото, Господи. И нека всеки да бъде поставен на мястото, Татко Небесен. Халилуя. Халилуя. Слава да бърят на Твоето имет, Татко Небесен. А ти, дяволе, с възстадаренаме в името на Господи Сус Христос. Заповядам те, да се отръпнеш от България. И нека устоите на царството на Сатана да рухнат в името на Господи Сус Христос. Царството на Сатана, падни. Падни в името на Господи Сус Христос. Царството на Сатана, рухни. Рухни, за да дойде съживление в България. Рухни дяволе, те подчинения, те демоны, които отговорят за България Поднете долу пред Господа Иисуса Поднете долу и спрете да пречете на съживлението Поднете долу и не ка да дойдет съживление в България Поднете долу демони нечисты И да дойде Божият съживление, да дойде Божията сила Алелуя Твоето царство да дойде Господи Отче Небесен, койце небеса Твоето царство да бъде, както на небето, така и на земята Слава на Тебе Слава на Тебе, Господи Иисусе! Халилуя! Ти възбуди нацията! Възбуди нацията, да намрази греха! Ти възбуди, Господи! Сволени честиви Ти, Ти знаеш, Кои са, Господи! Воздигна на тяхно място праведни, управедници! Праведници издигни, Господи! Ти знаеш, Кои са хората по Твое сердце! Във всяка область, Господи! В духовната, в материалната, в политическата, в экономиката, Господи! Благослови нашата държава, Господи! Моля Ти, отмахни наказанието от нас, което тегне вече 30 години проклятия, защото ние лъгахме и крадахме! Прости! Прости, Господи! Ето аз пак изповедам нашите грехове пред Тебе! Не само мойте, но на цялата ни нация, на цялата ни духовна и материална ракостта! Моля Ти за прошка! Моля Ти, Господи, съживление в църката да дойде, Господи! Закурни в церковь! Дай настоящее движение святого духа! Аллилуйя! Благословенно, та имя телостатка небеса! Благословенно! Благословенно! Болим Тебя, благословенно, 30 години! Болим Тебя, Господи! Аллилуйя! Говоря тебе, Господи, за всякую небесную благослов descri understand�� Me! Будьте благословены всем, всяким духовным благословением. Аминь.